Ну что, дамы и господа, добрый вечер тогда, спасибо пришедшим. И сегодня я на самом деле попытаюсь с вами поговорить про достаточно сложный вопрос, для меня лично всегда более сложный, чем формулировка темы, там, цели, задачи, и вопрос о целесообразности которого в курсовых работах я лично вообще глубоко сомневаюсь. То есть мы будем говорить о том, что такое методы работы, что такое методология работы. Это, соответственно, обязательный пункт введения, начиная с курсовых работ, дальше в ВКР, дальше в магистерской, дальше в кандидатской. И уже поэтому я постараюсь говорить, ну, как бы сказать, в разных регистрах, потому что понятно, что то, что полезно для написания курсовой работы, будет уже устойчиво, бесполезно чаще всего для кандидатской диссертации, поэтому я постараюсь каждый раз проходить по нескольким регистрам, делая те или иные замечания. Как и прежде, меня лучше останавливать, если возникают вопросы, возражения, жалобы, предложения, доносы и так далее. Для начала, что такое методы работы? То есть начнем с более простого. Начнем с утверждения, что методы и методология – это две совершенно разные вещи. Две совершенно разные вещи. И смешивать их нельзя, а многие студенты очень часто их как раз смешивают. Собственно, что такое методы? Давайте попробуем ответить на этот вопрос предельно коротко. Методы – это то, как вы проводите свое исследование. А вот не что вы делаете, а именно как вы это делаете. И вполне очевидно, что, может быть, не очень приятно, но именно что очевидно, причем очевидность этого утверждения проверена опытом, люди с гораздо большей вероятностью и с гораздо большим успехом научатся тому, что надо делать, чем не то что научатся, а приучат себя задавать себе вопрос о том, как надо это делать. Между тем, понятно, что здесь сидят люди с разным бэкграундом, но поскольку семинар хотя бы аффилирован в школе философии, то для философа самовопрошение – это вообще-то одно из первых, о чем следует научиться. Саморефлексия. Собственно говоря, вот, да, и здесь же с этим же связано еще одно замечание важное. Методы и уж тем, по чем методология, они зачастую очень сильно профилируются по конкретным дисциплинам. И внутри такой гиперобласти, как, скажем, философия, да, то, что говорю и буду говорить сегодня я, может иметь отношение и быть релевантным для, и, безусловно, будет релевантным, да, для истории философии, может быть релевантным для антологии и теории познания, но совершенно-совершенно никуда не упрется логик. И это вот тот случай, когда, например, специалиста по логике, я методологии и методам научить не возьмусь. Для этого нужен логик, человек с относительно узко специализированным, в том числе профессиональным сознанием. Узко не значит плохо, на всякий случай. Но все, что касается широкого гуманитарных исследований, то есть история, история философии, филология, история языка и так далее, и так далее, и так далее, это вот все сюда. И, соответственно, вопрос, первый вопрос, который надо себе задавать, чтобы снять страх перед тем, что такое методология и что такое методы, это «А как я хочу проводить свое исследование?» Причем «как» – это вопрос сугубо инструментальный, да, здесь не надо наворачивать в голове, ну, чего-нибудь такого там сразу начинать себе думать, что я буду работать в парадигме постпозитивизма, подвергившейся влиянию диджитал-постмодернизма, и смешивая это с некоторыми, значит, начатками, не знаю, интеллектуальной истории. Ну, слушайте, ну, глупости, ну, не надо так делать, правда, не надо. Начинать этот разговор для самого себя надо с самых простых вещей. Вот когда вы приступаете к изучению какого-то текста, когда вы начинаете читать условный диалог условного Платона или трактат условного Витгенштейна, или, не знаю, Фому Аквинского, то есть тот текст, который становится для вас тем, что по-английски называют обычно primary source. Вот какие операции интеллектуальные вы собираетесь с ним проводить? Остановитесь на минуту перед тем, как их проводить, и задайте себе этот вопрос. Или, если совсем тяжело, я понимаю, что может быть тяжело, особенно на первом курсе, на втором курсе, на третьем курсе бакалавриата, это может быть очень тяжело. Чтобы не писать неуклюжие чепухи в разделе про методологию, вот вы сделали исследование, уже сделали, да, оно уже готово, вернитесь мысленно к нему и пошагово пройдите, отвечая себе на вопрос, а вот что я здесь сделаю, сделала, да? Вот что? И второй вопрос, как? С помощью чего? Чем я пользовался? Смотрите, я приведу простой пример. Когда я начинаю исследование, ну, давайте, например, теории, теории права на сопротивление в трудах, по-моему, от Винца. Да? Что я делаю? То есть, ну, понятно, что сначала, если уж совсем, а я говорю именно вот про совсем приземленный ответ, что я делаю, да, исходя из того, что у человека, отвечающего на этот вопрос, может не быть опыта такой работы. Поэтому что я делаю? Простите, но я читаю текст. А что я делаю? Зачем я его читаю? Да? С какой целью я его читаю? С тем, чтобы вычленить из трудов, по-моему, Аквинского, да, необходимые, ну, допустим, необходимые ключевые слова. Да? Вот. То есть, это, на самом деле, уже операция второго порядка. Операция первого порядка. Зачем я читаю текст? Чтобы выделить из всего корпуса, который я прочту, те фрагменты, с которыми я буду работать, те фрагменты текстов, которые Фома Аквинский говорит либо о политическом устройстве, либо о тирании, либо о возможности сопротивления тирании, убийства тирана, ну, вот что-нибудь такое, да? Это ответ на вопрос, что? Но как я это делаю? Опять-таки, как? Ну, можно себе представить, конечно, что я старорежимно сажусь, открываю бумажную книгу и начинаю перелистывать все бесчисленные страницы трудов Фома Аквинского, выделяя там, значит, карандашиком нужные мне места. Это сложно себе представить в 21 веке, простите. Это немножко архаично смотрится сейчас. Но я понимаю, что так еще работают. Не все еще оцифровано. В любом случае, мы уже, я обещал говорить простые вещи, да, сначала, элементарные вещи. В любом случае, мы уже кладем в себя в копилку первый метод. Простите, первый общенаучный метод. То, чем занимаются вообще все исследователи. Мы же, смотрите, мы берем целое, ну, в моем примере Фома Аквинского, его корпус трудов, да, и расчленяем целое, доставая из него какие-то нужные фрагменты, какие-то вот стейки текста, да. Вот. Как мы это называем? Вообще-то это анализ. Перед нами первая стадия анализа. Еще без прилагательных. Мы еще не говорим там компаративный анализ, контент-анализ, контекст-анализ, концепт-анализ, еще кое-нибудь благодетельное. Вот нет, мы просто анализируем, мы раскладываем текст на составные части. Я понимаю, что я говорю вещь для старших, для селящих, даже не очевидную, а просто банальную такую, лютую банальную. Но важно показать, что с этого мы начинаем. И плохо, когда, по-настоящему плохо, когда студент, дойдя до третьего, четвертого курса, с трудом понимает, что такое вообще анализ. А что? Он его может делать виртуозно, но объяснить не может. Почему? Потому что нет привычек к самореплексии. Извините, к реплексии своей работы. Дальше. Продолжаем разговор все с тем же Фомой Эквинским. Дальше. Ну хорошо, вот я выделил энное количество стеков текста, которое мне интересно. Что я с ними делаю дальше? Дальше я выделяю в тексте нужные мне слова, ключевые слова, маркирующие отношения тирании, соответственно, сопротивление тирании. Чем больше слов я наберу, тем легче мне будет работать. Но это ответ на вопрос что? Как? Мы выделяем эти слова, как мы с ними дальше поступаем? А дальше мы начинаем выстраивать допустим индекс частотности этих слов. Как часто они встречаются в тексте? Мы не просто смотрим, как часто, но хорошо, одно слово встречается 25 раз, второе 250, поэтому одно существительное, второй предлог. Что нам это даст? Примерно ничего. Но мы начинаем смотреть, в таком контексте стоят эти слова, слева-справа от них что стоит? И как часто, например, слово тиранус латинское, да, извините, я по умолчанию говорю, что я читаю аквената на латыни, это не для того, чтобы порисоваться. Что там у нас будет стоять рядом со словом тиранус или тиранидис, да, какой-нибудь, вот, что там будет стоять? Там будет стоять, например, слово, обозначающее восстание, да, или слово прилагательное, обозначающее злобность тирана, его вредность, вредоносность, то есть, мы сначала проводим частотный анализ, да, видите, вот слово анализ начинает обрастать прилагательными, а нам это зачем надо? а мы это честно потом, как только мы про себя это понимаем, что мы это делали, мы записываем это себе в раздел методов и методологии, потому что там от нас ждут, чтобы мы внятно описали, каким инструментарием мы сейчас пользовались, вот, и мы себе честно пишем, да, уже частотный анализ, а дальше, внимание, дальше начинается гораздо веселее, потому что дальше мы начинаем, если мы уже не хотим писать таких простых вещей, давайте зададим вопрос, что мы делаем на уровне интеллектуальной операции, зачем нам частотность, что нам это даст, а нам это даст, среди прочего, да, нам это даст выстроенные семантические ряды, нам это даст ключевые семантические характеристики исследуемых слов, то есть, понятно же, да, все тот же семантический анализ уже, извините, анализ семантики, а на их основании мы путем, и вот здесь, извините тоже за лютую банальность, второй общенаучный метод, который всегда пишется в паре с анализом, они никогда не идут по отдельности, анализ и синтез, разумеется, потому что вы сначала что-то расчленяете, потом вы это что-то собираете снова обратно в новое целое, в нужное уже вам для ваших интересов, да, поэтому анализ синтез, вот, но в данном случае, возвращаясь к сложным примерам, вот мы проводим семантический анализ, частотный анализ, семантический анализ, допустим, там слово тиран, да, и наступает тот момент, когда мы перестаем работать со словом, внимательно сейчас, мы начинаем работать с понятием, видите, то есть мы совершаем очень важную интеллектуальную операцию, которая называется концептуализация, построение ключевых понятий для нашей работы, ключевых для нашей работы понятий, извините, построение ключевых для нашей работы понятий путем анализа частотности слова употребления, семантического анализа текста и, собственно, операции синтеза, опыт. если все это, собственно, я сейчас делаю одну очень злую вещь, на всем на этом семинаре, я этого не сказал сразу, надо сказать сейчас, это то, что Макс Вебер назвал бы расколдовыванием, потому что, когда вы это делаете, не прописывая как, наблюдателю со стороны, читателю текста, иногда это кажется чем-то таким же, как он это сделает. А если вы начинаете расписывать пошагово как, оказывается, очень просто, оказывается, это, в общем, может сделать почти любой человек, на самом деле. Ремесловие, мастерство, ремесловие. Дальше идем, дальше идем, дальше появляются, опять-таки, мы можем ввести, допустим, у нас вводится помимо одного источника, два, три источника. Это нас приводит к тому, что в числе интеллектуальных операций, которые мы проводим, у нас появляется сравнение. Сравнение. При этом метод сравнительного анализа, я позволю себе отдельное замечание на полях, метод сравнительного анализа подразумевает, внимательно сейчас обязательно подразумевает, предварительно выработку критериев. То есть это метод двухчленный, это не просто даже трех, это не просто разобрать на части и сравнить части между собой, это разобрать на части, да, а потом себе дать вопрос, задать вопрос и дать на него внятный ответ, а как вы их будете сравнивать, по каким основаниям. Одна из самых распространенных ошибок, которые есть в студенческих работах, когда им даешь работу адресно направленную на проведение сравнительного анализа. О, в качестве примера концепция, значит, сравнительный анализ концепции сопротивления нет, ну ладно, это плохое пример. Сравнительный анализ хорошо, сравнительный анализ концепции сопротивления и тирании у Иоанна Салзбейского, Хомер Квинского и Марсилия Подуанского. Но я молчу о том, что из этих трех авторов на русский переведен только один, поэтому я говорю, что это плохая тема, я бы не давал студенту первого курса или второго. Ну, допустим даже. Вот такая тема. Знаете, как ее загубить? Что очень часто делают студенты не высидящие. Здесь, в принципе, студенты, я эти работы каждый год получаю, и каждый год я получаю обязательно пул таких работ. Очень просто. Глава первая. Иоанн Салзбейский. Глава вторая. Самый Аквинский. Глава третья. Вы не поверите. Марсилий Подуанский. Глава четвертая. С отчаянием утопающего пишет человек, пишет, называют ее сравнение. При этом, в чему это гиблое дело? Потому что и почему проваливается эта работа? Почему я говорю, что она неправильно сделала? я был бы рад сказать, что человек не проводит сравнительного анализа. Это было бы очень просто. Но беда в том, что он его проводит, но неправильно. Он его проводит, но, в чем неправильность? Он его проводит, но не рефлексирует, не задает себе вопрос о том, как он должен что-то сделать. что он делает? Он излагает концепцию, допустим, Иоанна Солзберисского сопротивления тирании, по каким-то пунктам, которые он придумал. Он же старался, он же думал, он же умный. Потом он бьет Фому Аквинского, начинает излагать, причем ему что-то подсказывает, наверное, логика внутренняя, что надо брать те же самые пункты, по которым он только что Иоанна Солзберисского прогонял, и он начинает прогонять Фому Аквинского. Но беда в том, что прогоняя второй раз по тем же самым пунктам, он вынужденно начинает повторяться, либо он начинает уже в этой главе пытаться сравнивать. Если он умный, то он и старательный, да, и пошел по гиблому пути, то он вынужденно сделает раздел про Фому Аквинского короче, чем про Иоанна Солзберисского, потому что повторяться не захочет. Он будет подчеркивать только то, что отличается, но по его мнению. Глава про Барсилия Кадуановского будет еще короче. Когда он придет в главе сравнения, ну дайте себе вопрос, что ему останется там написать. Такой один абзац. Самое худшее, что после этого есть еще часть, которая называется заключение. И вот тут этот несчастный или это несчастное, что они пишут? Иоанн Солзберисский, Фома Аквинский, Марсилий Кадуановский были выдающимися средневековыми мыслителями, обосновавшими право на сопротивление. Так хочется добавить в конце «Ура, товарищи!» Ну, потому что ну что, ну все. А что еще сказать? Все сказано уже, повторяться не хочется. В чем ошибка? В чем ошибка? Причем ключевая ошибка? В том, что критерии не были продуманы. Ошибка, ничего я не рассказываю сейчас здесь, да? Ошибка не содержательная. Ошибка именно методическая в том, как делается работа и в том, что. Критерии сначала продумываются, потом эксплицируются. Да? Как делается сравнительный анализ? Мы сначала продумываем критерии, по которым мы будем сравнивать, потом мы их эксплицируем. Ну, дальше зададим себе вопрос, каким мы работать посложнее или попроще. Если мы хотим работать попроще, то мы их эксплицируем и по ним, по изъясненным критериям, да, мы выстраиваем дальнейшую структуру. Первый критерий, условно, первая глава, второй критерий, вторая глава, третья глава, третья глава. И побежали в линию выстраивать персонажей по конкретным уже критериям взятым. Более сложный вариант работы, он на самом деле гораздо более сложный, поэтому студентам я обычно его просто не разрешаю писать в ультимативном порядке. Это когда мы эксплицируем критерии, а дальше мы все равно выстраиваем главу по вертикали. Иван Селсберийский, Фома Атвинский, Марсилий Падуанский. Почему это сложнее? Потому что если мы хотим уйти от повторений просто одного и того же материала с разных углов, мы должны настолько хорошо знать три текста, которые мы разбираем, мы должны в них быть настолько классными специальными, что это уже уровень не ремесла, это уже уровень мастерства начинается. Студенты до него доходят очень редко. Не студенты, кстати, тоже очень редко, это так на всякий случай здесь студенчество не является квалифицировающим признакам. А вот первый вариант сравнительного анализа, он как раз очень такой эвристически выгодный и сходится заодно, давайте я завяжу его на то, что я говорил в прошлый раз, он прекрасно сходится с структурированием работы цель, задачи и пошли главы, чтобы потом сложить из выводов целевой вывод. Если мы делаем сравнительный анализ, то выгоднее работать так, например. Ну, хорошо, а что еще мы можем делать и чего нам надо избегать я пока еще про методы, не про методы до выгодил. Что еще можно и от чего надо уходить? Почему уходить так быстро, как сможете уйти? Мы можем, опять-таки, если мы сидим и думаем, что мы делали, как мы это делали, если мы отвечаем себе на вопрос как, с помощью чего, с помощью оценивания, мы оценили, авторов взвесили, авторов пришли к выводу, скорее всего, вы нашли у себя ошибку, которую надо исправлять, потому что есть такое буквально или ему в прямом смысле слова, в плохом смысле этого слова, оценочные методы. Если, собственно, работу в этом плане могут упрекнуть в одном основе двух факторов, сейчас мы уберем секундочку. Можно его смотреть? Огонь. И тут описание. Я подумал, надпись не была. Огонь. Смотрите, в принципе, когда мы говорим про защиту работы или про лицензирование работы, то когда задается вопрос о методах, обычно звучат три значения из них хорошие, то есть коодин. Если про исследование говорят, оно построено на аналитических методах, это похвалов, почему-то похвалов скидение. Здесь вот сюда уже уходит, да, соответственно, давайте с конца начнем сравнительный анализ, корпусный анализ текста. Вот когда мы берем с вами это, собственно говоря, то, что нам дает корпусная лингвист, в частности, когда мы берем корпусы текста, большие, доступные нам онлайн, и пригоняем исполнные слова через них, анализируя частотность выбора, контекстность выбора, составляя контакт, согласование, корпусный анализ, частотный анализ, его маленький брат, ну там еще чего-нибудь. Вторая группа методов, которая, как бы сказать, похожа. Если исследование видит только вторую группу методов, то его, как правило, оценивают достаточно низко с точки зрения конец симфотерии читателя, то есть либо зафит или вычтение, это то, что называется дескриптивные методы. Дескриптивные методы. латинская дескрипцио, как вы понимаете, это описание. Сами по себе дескриптивные методы внесут в себе довольно-то большой потенциал. Ими можно работать, и можно получать интересные результаты. тексты. Сюда собственно ходит смотрите, сюда ходит как минимум при работе с текстом описание структуры текста. Если мы работаем, редкий пример для студентов, да, но часто для медиалистов, киновистов, если мы работаем с рукописью, то вот здесь внешнее описание. С рукописью, старыми книгами, когда вы начинаете работать с каким-то предметом, или если вы работаете не с текстом, в прямом смысле слова, а с каким-то предметом сушку, оно на грань пурологии выстраивается, вы обязательно даете внешнее описание в том, что это таллино. Ну, вот, внешнее описание. Вот. Что-нибудь еще, наверное, можно придумать, я сходу не соотражусь. Соответственно, вот сюда вот сюда в аналитические методы забыл написать важную вещь, где не будет слово анализ, метод такого второго порядка, инструмент второго порядка, когда мы с вами добыли слова, разложили по полочкам, зачем? Зачем? Анализируем не слово, анализируем какое-то явление. Зачем? чтобы, или понять, чтобы установить родовые поиски, родовых и видовых поисков. иначе было метод строения насиликации, родоведов и насиликации. Хотел бы, конечно, на этот старт этот книг, он немножко старше. Поскольку вот этого метода, чтобы было понятное инструментарий, но если и знаете про аристотик, а если и Бриджник, это сибиряковая словестика. Сибирякова этого упоминаем. И наконец, третье группа методов, от которых чаще всего лучше уходить. По крайней обработке ООН, в тех исследованиях, в которых от вас следовало сибиряфицировали результаты. Повторяя сибиряфицировали сибиряфицировали результаты. Хорошо, в тех работах, которые требуются, то есть когда вы показываете, что вы что-то сделали, вы объясняете, как вы это сделали, чтобы читатель вашей работы или слушатель вашего доклада теоретически теории мог бы повторить то, что бездетов придя к сопоставимым результатам. Не в точной теории, но все-таки не в точной науке играем. Экспериментов у нас мало, но к сопоставимым результатам. Понятно или что это? Вот. Вот если от вас следует верифицирован на выводе, тогда вот это ваш год. Это значит, ни одного из специальных методов службы, пока вообще не будет быть. В общем, что она тоже говорит. Вот. Соответственно, а вот если вы из третьей группы называется оценочные методы, оценочные методы. Глупо делать вид, что их не существует, понимаете? Мне бы хотелось, чтобы их не существовало, и мне бы не приходилось о них говорить. Но они, к сожалению, все-таки что у вас зашито в практике? Понимаете, но они все-таки есть. Если коротко, то оценочные методы в гуманитарных исследованиях эта штука практически неприменимая, потому что чаще всего попытка применить оценочные методы приводит нас к чему? Я художник, я так вижу. Как вычисляются оценки в ваших текстах, как они отслеживаются, если вы их сами не отслеживаете, как их отслеживаем мы по этой стороны варьера? Ну вот, когда мы видим, например, когда я вижу в студенческой работе конструкции, которые звучат, например, так. Платоновская концепция благо оказалась самой лучшей из изобретенных греческих полисов. Ну, или мы обязательно должны прийти к выводу, что идеальный полис, разработанный Платоном, жизнеспособнее его аристотельского аналога. Ну, например, или что методы сопротивления тирании, которые предлагает Фома Квинский гораздо ближе к нашему времени и больше подходят для практического применения. Но помилуйте, вот как только вы видите сравнительную степень, как только вы сами хотите что-нибудь написать в сравнительной степени, бегите, глупцы. цитата. Не трогайте этого, не приближайтесь к этому. Поясню, потому что как только вы что-то подобное делаете, это немедленно подразумевает, что вы ставите на первое место свое я, свою субъективность, творческую субъективность. Вот, и вы же понимаете, вы скажете этот метод эти результаты лучше, чем вот те. Ваш сосед, человек может быть с другим бэкграундом, скажет, да глупости какие, ничего не лучше, понятно, что третий лучше, чем то, что вы сейчас показали. А ваш научный руководитель прочтя просто не поймет, потому что для него все, что вы привели, вообще не укладывается в рамки лучше, хуже, а все одинаково минуско. Настолько, что читать невозможно. Ну, условно, условно, я никого конкретно в виду не имею сейчас. Вот, то есть сюда же, к оценочным методам, да, когда мы начинаем использовать квантеры всеобщность. Все полагают. Общепринятая практика. Никого в виду не имею, Саша, не надо на меня смотреть с глядом медузы. Вот, там, большинство людей, еще лучше, большинство нормальных людей так считает. Покажите мне большинство нормальных людей, я вам руку пожму. Познакомьте меня. А главное, докажите мне, что это большинство, и они нормальны. Понимаете, да? То есть, как только мы делаем такие утверждения, мы влезаем, и нельзя сказать, что мы не используем инструмент. мы используем. Мы используем оценку как инструмент. Но в данном случае оценка как инструмент, именно в исследовании, в гуманитарном исследовании, оценка как инструмент не работает. Не работает практически никогда. За очень-очень редкими исключениями. Есть ли вопросы по тому, что я успел наговорить? Да. Но критерий это точно называлось обычным концом конкурационис? Или это что-то в этом году? Основание сравнения. Третье сравнение? То, что кровно в принципе. Ну, если угодно, да. Да. Или так. Извините. Если угодно, То есть, когда мы выделяем то, как бы сказать, относительно чего мы будем сравнивать два других, ну, два больше других элемента. Да, третья сравнительная, да. Если угодно. Да. Это неверно, потому что это, безусловно, метод, это, безусловно, инструмент работы. и если мы, например, да, проводим, смотрите, какая штука, здесь вопрос, ну, я сходу вам приведу область, где этот метод А работает, Б работает хорошо, педагогическая работа, не исследовательская, педагогическая, когда передо мной сидит группа, и я начинаю разбирать их, понятно же, да, я начинаю их оценивать. И вот здесь начинается разработка критериев оценки, но в итоге мы все равно упираемся в то, за что ругают у нас устные экзамены, за изрядную долю преподавательской субъективности. Собственно, вот главное, что я в данном случае вам хотел показать, применить к оценочным методам, это методы. Но если в основе двух первых групп лежит попытка сохранить исследовательскую беспристрастность, исследовательскую объективность, то есть вы можете одинаково хорошо описывать то, чего вы приходите в восторг, и то, что вызывает у вас плохо сдерживаемое отвращение, а также то, к чему вообще никак не относитесь. Потому что вы фиксируете рационально какие-то характеристики. Вот как только вы допускаете в дело исследовательскую субъективность, вы допускаете оценку. Оценка это метод, безусловно, но плохой метод, неработающий метод. Спорный вопрос можем обсудить на досуге. Ну хорошо, ответ более простого и затянутого к более сложному и немножко более короткому, сжатого. Собственно говоря, методология работы. Если методы, вот еще раз я повторю, раз коротко, если методы, это ваш ответ на вопрос, какими инструментами я работаю, что я делаю и с помощью чего я это делаю, то методология это немножко более сложно и поэтому я скажу страшное студентам первого, второго курсов, третьего, я лично всегда рекомендую избегать этого раздела и вообще ничего в нем не писать. ограничиваться перечислением методов и рефлексией методов. Поясню, почему. Методология это, методология, это, если хотите, ответ на вопрос с каких исследовательских позиций я смотрю на свой материал и на свой предмет исследования и объект исследования, давайте раскроем, постараемся, по крайней мере, постараемся раскрыть вот эту позицию об исследовательских позициях, что за ней стоит. Самое простое, самое простое, поверьте, сказать, к кому я примыкаю, то есть пойти историографическим путем. При этом никому я, не чьи выводы я повторяю, да, а хорошо, поставлю вопрос совсем просто, давайте так, он немножко коряво прозвучит, но вы постарайтесь простить за корявость, как кто я пытаюсь работать. Понятно, да нет? Я пытаюсь работать как кто? Как Арон Яковлевич Гудеевич, как Людвиг Ван Витгенштейн, как Михаил Бахтин, Жак Легов, кто? Кто тот, который осиял меня, значит, своим светом? Иногда как кто, как такой коллективный субъект. Ну, правда, это страшнее. Я бы не советовал к этому активно прибегать, особенно на младших ступенях, извините. Я работаю в рамках школы аналогов. Сказать это, вообще-то это очень обязывающее заявление, понимаете? Или я работаю в рамках метода микроэйса, методологии микроэстонии, вот лучше скажите, что вы вдохновлены Карлом Гинсбургом, потому что тогда с вас будут спрашивать, что вы читали у Карла Гинсбурга? Читали ли вы Сыра Черли, например? Да? А если читали, что вы оттуда взяли? Но если вы говорите, я работаю в рамках микроистории, вы открываете такой простор для толкования. Это очень обязывающее заявление, потому что есть базовые принципы микроистории, принципы, разработанные целым рядом людей, в том числе Карла Гинсбурга, в том числе, но не только. Но вы же немедленно открываете простор для вопросов вроде когда, а скажите, пожалуйста, кого из адептов микроистории, кроме Карла Гинсбурга, вы считаете наиболее методологически продвинутым? Привет. Или я работаю в рамках школы анналов. Очень хорошо, какое поколение школы анналов вам ближе? Их четыре. и у них есть довольно серьезные различия. Понимаете, да, вот здесь, вот этот момент. То есть легче, всегда легче прислониться к одному какому-то великому. Но что значит прислониться? Здесь очень внимательно сейчас. Что значит прислониться к великому? Я немножко смеюсь, когда говорю эти слова. Что я имею в виду? попробовать, постараться, я не люблю эти глаголы, здесь мне без них не уйти, постараться понять, насколько вам это удаст, как работал этот самый великий. То есть внимательно, какими, я вас верну к первой части разговора, какими инструментами он пользовался. Потому что методология, если уж совсем на пальцах объяснять, это комбинация методов. Если приводить аналогии, то метод это инструмент, молоток, электродрель, а методология это ваша рабочая мастерская. и то, что вы туда возьмете, тот набор, который вы туда возьмете, только здесь надо понимать, что сейчас мне будет легко понять любителям компьютерных игр, RPG каких-нибудь, надо понимать, что у разных обилиций и артефактов могут быть аккумулирующиеся свойства. Вот. И что разные способности могут быть усилены разными предметами, говоря проще. Ну, не вникайте. Я говорю, меня поймут те, кто... В этом смысле это как старый анекдот, когда был времен еще вселенной Дэнджонс и Дрэйденс, когда собственно идет лекция по пространственной геометрии. Так, внимательно, мысленно помещаем Тетраэдер внутрь и косая специально для ДНДшников Д4, засуньте в ноты Д20. Извините, отвлекся. Методология это ваш инструментарий, набор инструментов, и поэтому, когда я говорю, что вы ассоциируетесь, как бы сказать, прислоняетесь к кому-то из великих, говорите, что вы работаете как Вильгенштейн, как Гуревич, как Филиппов, вы должны для себя понять, а как этот человек проводил исследование. То есть минимум, если вы ассоциируете себя неплохое, не ассоциируете вот, как бы сказать, ну, хорошо, минимум, если вы говорите, что вы работаете как кто-то, то вам, простите, сугубо инструментально, вам в библиографию надо бы добавить хорошую подборку книг этого кого-то и не просто добавить, а знать и вплоть до запятой желательно и уметь о них разговаривать, потому что иначе дрожь цена. Ну, хорошо, а если более сложно? А если более сложно? Да, следующий по сложности шаг, я его уже упоминал, да, как нерекомендованный, он просто следующий по сложности. Следующий по сложности, и это уже для студентов более старших, для магистров работает хорошо, когда мы говорим, мы работаем в рамках методологии, и дальше подставьте нужное, интеллектуальные истории, истории понятий, Багрифс, гешихте, это разные вещи, если что, в рамках, там, не знаю, постмодернизма или американского постмодернизма, да, в рамках, там, еще чего-то, что это означает, какие обязательства накладывает, вы должны, во-первых, отрефлексировать свой инструментарий, это первая часть, все время возвращают первую часть разговора, потому что без нее не уходят вообще никуда, без рефлексии того, как вы работаете, самостоятельной рефлексии, вы не уйдете вообще никуда и никогда, а чаще всего, кстати, подавляющее число тех, кто пишет, причем не только студентов, что самое грустное, идут именно обратным путем, идут от методологии, кому бы себя прислонить, и начинается вот это вот, да, я работаю в рамках методологии постмодернизма, отяжеленный cultural studies в сочетании с методами диджитализма в эпоху постгуманитарного чего-нибудь. Спроси потом у человека, а, пожалуйста, простыми словами, что значит то, что вы написали, вы работаете как? запнется человечек, запнется. Скажут, что непонятно, я же все написал, ну вот, постмодернизм, гуманизм, вот это все, ну что, а, вы не знаете, что это такое, ну идите книжки почитать, невежество, это, что-то такое будет. Вот, чаще всего идут так, а идти так неправильно, поверьте, надо себя приучать идти от рекрепсии инструментов своих. и когда вы более-менее определили, как вы работаете, именно вы. Здесь есть еще одна причина, по которой именно так я советую идти, я ее назову буквально через две минуты. Когда вы определили, как вы работаете, окиньте взором знакомый вам интеллектуальный ландшафт, ну вы же что-то читаете, ну вы же что-то слушаете, вы же что-то пишете, посмотрите, а кому ближе то, что вы, то как вы работаете, кто еще работает сопоставимо с вами. Понятно, да, нет, на уровне может быть гораздо более высоком, гораздо более успешно, так, что в глазах лебит от титулов и вообще звездной пыли, или не лебит, или не лебит, Мария Андреевна, или вы приходите к милоду, что вокруг не очень кто-то работать не умеет, да, тоже бывает, я понимаю, сейчас, вот, и когда вы вот находите тех, кто, того, кто, всегда можно, как бы сказать, ну да, ладно, проассоциировать себя с ним, с ним, с ними, но вот на этом вторичном основании, почему я последнее, что я скажу сейчас, потом дам паузу для высказываний для вопросов, почему я говорю именно идти от рефлексии, видите ли, я допускаю, что дурацкая и неверная моя презумпция, я готов допустить, что я ошибаюсь, но моя презумпция такова, что университет должен, давайте так через должное зайдем, должен растить исследователь, не исследователей в смысле в идеале, да, в идеале мастеров, но хотя бы хороших ремеслеров, качественных, извините, в своих областях, а не то, что мастер, а хотя бы хорошие ремеслени начинается с того, начинается, извините, с известной интеллектуальной дерзости, с того, что человек начинает говорить я, и говорить я не на пустом месте, а я умею, вот это, я пока плохо умею, да, я не говорю, что я лучше всех, но я, а это значит не просто выставляться, как бы сказать, старшие понимающие тревятцы, понимают, о чем, не просто выставляться своим я, что вот какой я, значит, хороший, а брать на себя ответственность за свои рассказывания, и в том числе за свои инструменты, за тот набор, который вы подбираете, используете, культивируете. методологические в этом плане сложность, есть отдельный класс работы, который называется методологические работы, когда вы посвящаете свое исследование изучению метода. инструментарий, это немножечко эзотерическая штука, то есть, когда вы разрабатываете инструментарий для изучения инструмента, и вот здесь это проявляется, наверное, в гораздо большей степени уметь не просто воспользоваться чужим инструментом, уметь не просто его применить и применить грамотно, но объяснить, почему именно его в этой ситуации, почему именно он привлек ваше внимание, и опять-таки здесь не должно быть места оценки, вот это не я так вижу, это не все пользуются и я буду, это почему вы в данном случае и, пожалуйста, предельно, предельно рационально объясняет. Часть проповеди закончена, да, я готов слушаться. Маша, у вас что-то было сказать, я помню. Да, очень сложная ситуация, когда рефиксируешь методы, вот как вы писали, и пытаешься найти, что проникло в твои методы, причем чтение, слушание, понимание, потому что порой ты понимаешь, что ситуация, что проникло, то, что не должно было проникать, или то, о чем сказать вслух нельзя. Например? Рефлексируешь медленно, подкор какой-то, подкород один, просто такой, в связи с историей, философии, ты понимаешь, что ты читаешь тексты, используя вообще локановский психоанализ, но сказать об этом нельзя. Почему нельзя? А я для кого здесь только что говорим про дерзость, смелость? Или делезы. Ну, хорошо. Да, используете делезы, да, но прекрасно, и прекрасно, и прекрасно. Я вам не разрешал другое, Мария Андреевна, я вам не разрешал использовать, не объясняя. Не просто вот берешь и сказывается, сказывается у нее, понимаешь, нет. Сказывается сказка, известно. Не сказывается, а нет запретных комбинаций. Нет. Практически нет. За очень за легчайшим смещением нет запретных комбинаций, но внимательно используя комбинацию, которая кажется такой вот на грани фола далекого средневековья, да, на самом деле, надо очень четко уметь объяснить ну или семейное сходство и международная правда, надо очень четко уметь объяснить, почему, чем здесь потенциал делеза, методологии делеза, методы делеза превосходят все остальное. почему нельзя сделать традиционно, да, потому что как бы вот избегая вот я художник, я так вижу, а мне нравится. Вот нравится, напишите научно-популярную книжку, там что-нибудь о средневековье через делеза. Вот, берите призы на премию просветителя, она в конце конца должна годиться хотя бы для чего-нибудь. Вот, ну я издеваюсь, конечно, сейчас, да, понятно. Вот, любая комбинация возможна, если она работает. Другой вопрос, понять, какая комбинация, понять, почему работает, да, из чего, за счет чего работает и объяснить или постараться объяснить хотя бы для себя рационально, а чем она, эта комбинация, работает лучше, чем другие, возможно, более конвенциональные. Наверное, вот так. Кстати, сказать последнюю часть, я последнюю часть фразы и дам слово Саше прям вам. Вот, вот, в этом кроется собственно очень известная причина, по которой чаще всего, по моему опыту, научные руководители, уже, как правило, не очень молодые люди, сажают возле себя своих подопечных и говорят, слушай, так, значит, все ты уже написал, написал, молодец, все шикарно, теперь так, открываем файл, доделаем отбой, пишем методология, дальше пишешь под диктовку, вот, потому что часто для того, чтобы осознать вот все то, о чем я сейчас говорил, да, нужен опыт, нужен опыт и взгляд немножко с высоты этого опыта, опыта, который не всегда есть, и именно поэтому я и говорю, идите снизу, не надо сразу к сложным конструкциям лезть, идите снизу, подтачивайте основы, тогда сложная конструкция рано или поздно сложится к вам в ноги, когда вы как термит и спокойно источите игру снова, ну, все так, а если сразу вершина эйфелевой башни, то нет, так не работает, то есть не просто делиоз, примениток средневековью, а конкретно, да, вот этот метод, вот этот, вот эта комбинация, видите, да, вот ее делиоз здесь используют, но именно вот эта комбинация, а я ее вот здесь использую, правда, вот так модифицирую и делаю это потому-то, потому-то, потому-то. Вот, теперь я готов продолжать слушать вопрос. Саша, у вас было поднятая рука, я помню. Да, вопрос очень один. Есть метод постболенфинт-анализ в ходе результата. Это метод, для которого можно осознавать титул. Применяется на следующий момент, он упомянул с уроком. Берем метод и говорим, какие последствия есть его принять. Где у нас есть обязательства, где есть результаты. То же самое будет делать с теорией. Например, какая теория экономной или легковесной, или лучшей. Мы берем, мы говорим, что мы должны принять в этой теме, и что нас обязывает в этих выбежках. Вот этот метод, выбор из окна, он оценочный? нет, он сравнительный. То есть он будет убеден? Конечно. Нет, это классика сравнительного метода, просто вам сразу эксплицированы те критерии, по которым вы сравниваете. Да, по которым вы проверяете то, что вы хотите проверить. Вы сразу проводите его через сетку. Этот метод совсем хороший, не то, чтобы им пользовался, но я о нем слышал. он хороший именно тем, что вам предлагает сразу разработанная сетка вопросов, на которые вам предстоит дать ответ. Вам надо только взять теорию или метод, или теорию, или методологию и ответить на эти вопросы. Зафиксировав ответы, посмотрите, что получается. Это прекрасная штука. Вот здесь главное просто, понимаете, здесь оценочность может открыться где? Оценочность может открыться прежде всего, и где она прежде всего, чаще всего накроется. Она накроется в начальном этапе работы не в конце, когда результаты получены, они могут мне нравиться, могут мне нравиться, могут вызывать живое отвращение, но они же есть, вот они. Их можно верифицировать, проверить и опровергнуть, они могут то есть нравиться или не нравиться. А вот когда вы в самом начале начинаете отбирать источники, когда вы начинаете отбирать материал, вот тут есть риск влететь под оценку, я, ну, условно, я приведу простой пример своей практики, причем из педагогической, не из исследовательской. Когда я читаю курс истории политик правовых учений, полный, не до французской революции, а до конца 20 века, я никогда по принципиальным соображениям не беру в анализ Майнкапфа. И МИП 20 века тоже не беру. Накладывает это какое-то, дает ли это искажение? Безусловно, дает. Тем более, что до того, как объявили экстремисты, хотя бы и после того, как объявили Муссолини, что такое фашизм, я обычно разбираю. А здесь нет. И блок стоит сугубо личный. Нет других причин, кроме моего глубокого отвращения. Извините. Вот это классика оценки и как она потом влияет на результат. Потом меня можно упрекнуть, если я там вдруг что-то напишу по 20 веку политучениям, политтеориям, меня можно всегда упрекнуть, что здесь вы престрастны, вы не взяли вот этого, вы на основании субъективного критерия позволили себе не взять вот этот источник, и у вас получились искаженные результаты. А мне даже ответить будет нечего, потому что я понимаю, что да, это сугубо субъективно. Здесь главное и собственно к замечанию Марии о том, что это не методы. Методы. Методы, то есть они начинают работать как методы, когда вы их рефлексируете, когда вы в ответ говорите да, да, это мой совершенно осознанный выбор, совершенно осознанно выключил из исследования вот этот спектр, потому что считаю бесперспективным, неинтересным и вообще не хочу. но я выстраиваю свои выводы, тогда я выстраиваю свои выводы с учетом того, что моя исследовательская ограниченность не позволила мне взять вот этот, вот этот, вот этот спектр и включить их в исследование. И я тогда должен формулировать, когда я прихожу к выводу, что мои выводы ограничены, что они могут быть верифицированы только при принятии вот этого оценочного ограничения, которое я ввожу с самого начала. Собственно, вот. Да. вот даже, например, я работаю историков, и с историками это работает классно, потому что будут ввести все школы и предпринимают приемства. А с классом это как бы всегда работают странные. как написать о том, что ты условно начальник и вы имеешь керемиентик, и вызвать собственный вопрос кто-то такого, чтобы говорить что ты гаднерам следуешь, если гаднерам прочитал, какое количество книжек и лучше какое-то количество вещей, которые делают. какое отношение имеет количество книжек прочитанных гаднерам и количество книжек прочитанных гаднерам. Это как-то более общая проблема того, как, собственно, ну, как бы это писать по более словам в языке, ну, в общем, к тому, что студент, он, понятное дело, рамки курсовой работы делает гораздо меньше, чем золотой лёд и различий. Разумеется. Разумеется. И как написать о том, что это следует с билёдом, чтобы это будет золотой лёд, чтобы вы сгназительно очень просто. Я отвечу. Это хороший вопрос. Да, я понял. Я отвечу. Я, собственно, уже это проговаривал. Давайте я вернула ответом к одному месту, которое я уже проговорил. Вы начинаете, вот когда мы говорим «я следую за», это суждение второго уровня. Оно становится легитимным только после того, как вы для себя с опорой на тексты Делёза, Гадамера, Ницше, Гейгеля, вы эксплицируете основание его метода. Насколько вы их можете понять? Вам всегда могут указать, что вы поняли неправильно. Гадамер про другое. И поэтому здесь же второе ограничение, которое есть, и оно есть для историков, кстати, тоже в не меньшей степени, кстати, сказать. вот когда вы говорите, что вы эксплицировали какие-то основания и методы там, пусть будет Делёз. И поэтому вы строите свою работу на вот этих основаниях, вы следуете за Делёзом. Справедливо и правильно будет сказать, что вы эксплицировали эти основания, основываясь на и дальше перечень тех работ, которые вы прочитали. Это то, что всегда прикрывает вам спину, с одной стороны, с другой стороны, открывает Бог, то есть спину вам прикрывает, вы говорите, я же читал вот эти работы, я по ним готов отвечать, я готов здесь биться за эти стены. Вам всегда могут сказать, да, но, ну и опять-таки, не надо, что вам могут сказать, надо о другом, когда вы отбираете эти работы, вы же отбираете их не с закрытыми глазами, не рандомно, вы же выбираете их осознанно, а когда вы выбираете осознанно, вы понимаете, здесь всегда можно уточнить, если вы считаете это релевантным, вы как автор, всегда можно немножко прикрыть себе еще чуть-чуть спину, уточнить, что я следую не просто делезу, я следую делезу, ну не знаю, первого десятилетия его творческой деятельности, я очень плохо знаю творческую биографию Жени Делеза, не знаю совсем, вот поэтому я его не следую, я его не знаю, но я следую Делезу времен таких-то работ, потому что ну вдруг там его воззрение революционно изменилось под конец, он написал небольшой методологический текст, о котором вы может быть еще и не знаете, а те, кто себя отдали, знают, и поэтому не просто Делез, а Делез такого-то периода его творчества, ну условно, да, это, кстати, вопрос, то, что у меня прозвучало о школе аналог, да, я с его выделением структур большой длительности знаменитого Дюрея, вот, третье с большим вниманием, с гораздо большим, чем первых двух, вниманием к Малталите и с размытыми критериями отбора источников, когда тот же Филипп Арьес в одну линию в своей работе о страхе смерти ставит, не знаю, там, средневековые хроники, габелены с Байо несчастной, затасканной, и там романы 19 века, не заботьтесь о том, что это текст разных эпох, разных культурных, ну, вообще, ну, ему это, он считает так нужно, так важно, надо просто не фыркать на него, да, если уж он вам нужен и важен, эксплуатировать основание того, почему он так считает, если вы с этим солидаризуетесь, ну, good, отвечайте потом за это сами, да, вот, то есть здесь вот этот момент, и я думаю, что это не имеет четкой дисциплинарной привязки, Илья, потому что когда мы, собственно говоря, говорим, ну, не надо, это производит совершенно удручающее впечатление, правильно, не надо идти, вот как то, что я показывал, не надо идти сверху, не надо идти от методологии, от того, что вам на том или ином курсе в рамках той или иной дисциплины прочитали те или иные теоретические построения, и вы их вроде бы усвоили, вот, наполнять работу соответствующий раздел, методологический раздел всякими измами, азмами, ациями и прочими, значит, да, в общем, не надо этого, прочими абстракциями, не надо этого делать, идти лучше снизу, да, вам могут сказать, но ведь то, что вы описываете, тогда упрек, который вы можете заслужить, будет примерно такой, но ведь то, что вы сейчас излагаете в свою методологию, это же классический, допустим, постмодернизм, или классический, ну, не столько ругательное, классический структурализм вы описываете, очень хорошо можно сказать его в ответах, замечательно, значит, я работаю в методологии классического структурализма, мне было важно показать, как, понимаете, да, показать, что я это понимаю, чем отвечать на вопрос обратный, да, что вы понимаете в методологии классического структурализма, что вы себя записываете в виды структуралистов, и вы такой, а, и все, и на этом все кончается, такими вопросами на защитах убивают обычно, вот, потому что настроение комиссии немедленно портится, потому что слушать про классический структурализм не хочется, примерно, никому, ну, и так далее, вот, то есть, вот, от этого не надо, надо идти снизу и проговаривать, рефлексируя, да, как вы работали с материалом, увязывая это одновременно, что понятно, да, с тем, насколько, как, стыкуется с тем, что, то есть, насколько тот метод, который вы выбрали, стыкуется с материалом, который вы исследуете, и насколько он оказывается релевентен результатом, вот, но здесь, и это совсем последнее уже, закончить хочется с чем-то хорошим, здесь не надо бояться проявлять вот ту самую, может быть, авторскую смелость, исследовательскую смелость, то есть, не надо бояться презумпций, ну, ну, не знаю, из тех, что просто на ум приходят. Бегрифский, Шихта Козеллика, да, Козелликовский метод работает только с понятиями нового времени. Кембриджская школа разработана только для нового времени от 17 века и дальше. Куда вы лезете в 10 век? Ну, или там, жильдельюс, это же постмодернизм. Зачем вы его прикладываете к материалу 14 века? Ну, что за бред? Вот, бояться этого не надо. Если вы внятно можете объяснить, зачем вам нужны эти инструменты, как они работают в ваших руках, вы постепенно, очень медленно и тяжко будете идти к формулированию собственной авторской методологии. Потому что мастерская, вот та самая мастерская, она у каждого все-таки своя. Должна быть в идеале. Вот на этой радостной ноте, я думаю, я монолог-то уже закончу. Есть ли вопросы, дамы и господа? Подходы, да, да, да. Ну, поскольку семинар построен все-таки методически, да, вокруг академической работы, в смысле той, что пишется в университете, рубрики используемые подходы в обведении нет. Рубрика методология и методы есть. Вот. Поэтому, да, это можно назвать подходами, да, подходами, углом зрения, там, что у нас там, исследовательской позиции, что-нибудь такое. Оптика, да, да, оптика, конечно. Спасибо. Илья, у вас что-то еще было сказать или оказалось? Ага. Ну, тогда спасибо, дамы и господа. И на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо. Спасибо.